И вот эти сокращающиеся структуры со створками, это и есть не что, но и как сердечные клапаны. В данном случае это предсердно-желудочные клапаны. Сердце пациента, которого осматривает врач-хирург и научный сотрудник Самарского медуниверситета Денис Алексеев, бьется спокойно и работает чисто. А это значит, что он абсолютно здоров и не нуждается в операционном вмешательстве и других процедурах, связанных с нарушениями работы самого главного органа в организме человека. Но статистика неумолима. В мире ежегодно рождаются около полутора миллионов детей с врожденными пороками сердца. Лечение данной патологии заключается в хирургической замене поврежденного клапана сердца на искусственный или заготовленный донорский. Причем операции по мере взросления пациентов приходится делать несколько, то и дело подбирая клапаны по размеру. Чтобы минимизировать их число и сделать жизнь малышей комфортной, студент шестого курса Института педиатрии Самарского медуниверситета Шамиль Гайсин начал разработку бионического клапана сердца. Он будет изготавливаться индивидуально по данным 3D-сканирования и после имплантации встраиваться в сердце, вырастая вместе с пациентом. Не требуется повторной операции для замены клапана на новый, на подходящий по размеру изо растущего клапана. Также отсутствие иммунных реакций, так как используются биопрепараты, биополимеры, которые не вызывают цитотоксичности, не вызывают иммунных реакций со стороны организма. Для начала это будет высокотехнологичная помощь, а по мере развития технологий и удешевления производства это может быть включено в ОМС. Все это позволит радикально решить проблему замены искусственного клапана по мере роста организма маленьких пациентов. Ведь сегодня самый существенный недостаток зарубежных искусственных протезов – необходимость поэтапной замены на аналогичный, но большего размера. Специалисты отмечают, проекту, аналогов которому нет в мире, предстоит большой путь. Он включает работу с 3D-моделями, селекцию биоматериалов, отработку технических процессов, изготовление прототипов и шаблонных конструкций. Также научные сотрудники проведут доклинические исследования с использованием живых клеток и лабораторных животных. Данные материалы, будучи помещенными в организм, с течением времени резервируются и замещаются собственными. В данном случае сердечный клапан состоит из соединительной ткани. Мы будем использовать материалы на основе коллагена для того, чтобы создать биоаналог клапана сердца. И будучи помещенными в организм на этапе исследования лабораторных животных, он будет постепенно рассасываться и замещаться в соединительную ткань организма лабораторного животного. Подобные исследования традиционно требуют серьезных вложений, поэтому автор проекта Шамиль Гайсен представил его на конкурс в ряд профильных грантовых программ федерального уровня. В изготовлении клапанов планируют использовать исключительно отечественные биоматериалы, технологии и промышленные мощности. Специалисты надеются, что подобные высокотехнологичные бионические продукты начнут производиться на базе Самарского медуниверситета с последующей имплантацией пациентам в клиниках вуза и других лечебных учреждениях. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События.